Карма существует только у людей Но это не так. Карма не привязана к живым или неживым объектам, к физическим или юридическим лицам. Если объяснить упрощенно, то карма – это сила, возвращающая систему к покою. Если вы толкнете маятник рукой, то он начнет колебаться до тех пор, пока не придет в равновесие. Конечно, очевидно, что за любым дисбалансом и хаосом стоит в первую очередь человек. Страна рассматривается нами, нумерологами, как общность людей. Так Россия с нумерологической точки зрения возникла 25 декабря 1993 года, когда Конституция России приобрела свою юридическую силу. Так народ встал под единый флаг, признав территорию своего суверенитета домом. У каждого человека или страны есть положительный и отрицательный путь развития. К сожалению, практика показывает, что 90% наших клиентов идут по деструктивному и разрушительному пути развития. Наша страна не была исключением из общего правила. Однако 24 февраля 2022 года курс страны резко изменился и кардинально повлиял на будущее. Поэтому сначала мы покажем вам схему, по которой шла наша страна с 1993 года по 2022 год. Конечно, вы увидите и то, к чему бы при таком движении Россия в итоге бы пришла. Дата основания нашей страны имеет следующие отрицательные кармические узлы. 9, 19, 10 и 4. 9 – это изоляция от всего мирового сообщества, информационная блокада. 19 – потеря статуса политического лидера, санкции. 10 – экономический и валютный кризис. И 4 – это крах внутренней промышленности и кризис частного предпринимательского сектора. Это исчерпывающий перечень тягот нашей страны, которые способны подавлять и ограничивать наши возможности на мировой арене и на внутреннем рынке. Однако эти проявления не одномоментны, а растянуты во времени. Так, мировая изоляция, блокада и исключение из международных союзов, торговых и иных сообществ проявлялась в следующих периодах. С 25 декабря 1993 года по 24 декабря 1997 года. И пик пришелся на 1995 год. С 25 декабря 2002 года по 24 декабря 2006 года. Пик пришелся на 2004 год. И с 25 декабря 2011 года по 24 декабря 2015 года. Когда пик пришелся на 2013 год. Потеря статуса международного лидера проявлялась в следующих периодах. С 25 декабря 1997 года по 24 декабря 2002 года. Пик пришелся на 1999 год. С 25 декабря 2006 года по 24 декабря 2011 года. Где пик пришелся на 2008 год. С 25 декабря 2015 года по 24 декабря 2024 года. Где пик приходится на 2017 и 2022 год. А также с 25 декабря 2029 года по 24 декабря 2033 года. Когда пик приходится на 2031 год. Знаки финансового кризиса имеют двойную природу в расчетах по России. Первое – это системные кризисы, которые порождаются несовершенством внутреннего климата и необходимостью перемен. Второй кризис куда более глубокий и может стать причиной крупных убытков для страны. Утраты ее национальной валюты. Вот системные финансовые кризисы. Пиковые зоны с 1 января 1998 года по 31 декабря 2000 года. С 1 января 2007 года по 31 декабря 2009 года. А также с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Вот период краха экономики и национальной валюты. С 25 декабря 2024 года по 24 декабря 2028 года. Пик приходится на 2026 год. В 2022 году наша страна находилась на восходящей линии кармы. Что отмечено синим кружком. Периоды восходящей линии очень динамичны и позволяют менять ситуацию в стране. Как в лучшую, так и в худшую сторону. Таким образом, с 25 декабря 2020 года. Наступил период кардинальных перемен. Которым воспользовался наш президент. Чтобы до 24 декабря 2024 года. Перейти на положительный для России путь развития. Иначе, как вы и сами уже поняли. Нас бы ждал не только глубокий политический кризис. Но и тотальный крах экономики. При этом мы бы потеряли ряд союзников. В период с 2025 года по 2027 год. Знаки 3 и 9. Означают гибель партнеров. А не отказ от сотрудничества. Поэтому в этом периоде. Нас бы ждало поражение в войне. Которую давно затевал запад. В период с 2034 года по 2036 год. Запустился бы и процесс. Внутринациональных волнений и революций. Хочется еще отметить, что в период с 25 декабря 2019 года. По 24 декабря 2029 года. Россия вошла в 11-й отрицательный и 7-й положительные нумерологические дома. Которые, в свою очередь. Предвещают судьбоносные, но болезненные перемены в стране. Которые причинят сильнейший эмоциональный ущерб населению. Ранее у страны уже были периоды перемен. Но ими не воспользовались для перехода на более светлый путь развития. Так, с декабря 1993 года по декабрь 2002 года. Перемены могли стать причиной распада страны. С декабря 2002 года по декабрь 2011 года. Перемены привели бы к иной жертве. Отток населения в другие страны. И утрата национальных богатств. В период с декабря 2011 года по декабрь 2019 года. Кардинальные перемены привели бы к краху всех международных соглашений. Закрытию торговых и промышленных путей развития. И банкротству страны. Так, перемены сегодня это самый мягкий из сценариев. Вот, кстати, если бы сейчас наша страна не сменила бы курс. То период с декабря 2029 года по декабрь 2037 года. Перемены вошли бы в двенадцатый и восьмой дома. Где двенадцатый дом – это дом краха и страхов. А восьмой – дом кармы и смерти. Мы вскочили в последний поезд. Который домчит нас до самых крупных высот. И уж такая малость, как эмоциональное потрясение – самая ничтожная жертва из тех, что мы могли бы заплатить за независимую от Запада страну. Наш президент, хоть и с небольшим опозданием, но все же решил изменить курс страны на положительный, открыв большие перспективы для развития. Дата основания нашей страны имеют следующие положительные кармические узлы – пятнадцать, три, восемнадцать и двенадцать. Пятнадцать – это знак империи, могущественного владыки, вызывающего и страх, и восхищение. Тройка – это научная, промышленная, индустриальная, энергоресурсная, продуктовая и иная независимость страны, замкнутый цикл производства и жизнеобеспечения. Восемнадцать – это социальное равенство, комфортные условия для жизни за счет упразднения социальных слоев. И двенадцатый – это поддержка населения, патриотизм и социализм. Как вы видите на схеме, с 25 декабря 1993 года по 24 декабря 2002 года имеется розовый ромб, в котором стоит число 4. Эта позиция в нумерологии называется «контр-карма» и знак явно заблокирован. А значит, перейти на положительный путь развития в этом промежутке времени совершенно невозможно. С 25 декабря 2002 года по 24 декабря 2011 года мог бы стать благоприятным периодом для нашей страны. Это пятый дом, отвечающий за население. То есть президенту надлежало проводить массу социальных реформ по второму и восемнадцатому числам. Это здравоохранение и сельское хозяйство, а также начать процесс устранения социального неравенства. При этом на почве яркого патриотизма мы бы смогли выстроить государство на корнях кармы 15, 3 и 16. То есть независимое от внешних партнеров производства полного цикла любой продукции. Это сделало бы нас титаном в мировой экономике. Но такой политический режим крайне похож на коммунизм. В следующем периоде с 25 декабря 2011 года по 24 декабря 2020 года нашей стране было крайне важно наладить отношения с Украиной и помочь ей решить все иностранные притязания мировым договорным путем. Двойка, которая расположена в контр-карме периода, и есть Украина. Сочетание семнадцатого, восемнадцатого и второго чисел говорит о необходимости строительства единого интеллектуального и промышленного союза, фактически возвращения к союзному государству с открытыми границами. Однако в этот момент Запад в лице Барака Обамы затеял хитрую игру и в 2013 году в пик кармического периода для России устроил Майдан в Украине. Так мы утратили возможность перейти на положительный путь развития. Сейчас совершенно точно наша страна ухватилась за последнюю возможность выйти из-под влияния западных агрессоров на путь, предначертанный судьбой, путь могущественного лидера. Числа 13 и 21 говорят о резких переменах на мировой политической арене. При этом двадцатка, как контр-карма, говорит о воссоединении и исторической целостности нашего государства. Это значит, что до 24 декабря 2025 года к территории России присоединится большая часть украинских земель, а также будут заключены ряд соглашений с бывшими советскими партнерами России. Двадцатка – это знак рода и родовых традиций, знак прошлого и кровных связей. При этом на вершине периода стоит десять. Этот знак говорит о богатстве и финансовой независимости страны. Так, пиковым этапом, когда весь мир признает силу и лидерство России, станет период с 25 декабря 2025 года по 24 декабря 2027 года. В этот период коллективному Западу придется признать присоединение освобожденных территорий к составу нашей страны. Далее начнется период под влиянием 19 и 21 чисел. Это распространение политического влияния на весь мир. Фактически, формирование новых коалиций, торговых и военных союзов, смена политического вектора и создание новых полюсов влияния. Но тут будет стоять огромное условие. Семерка – это строительство на территории России крупнейших в мире логистических узлов, в том числе космических, авиационных, морских и сухопутных. Так как интересы России будут расширяться на востоке, то придется на территории между Новосибирском и Красноярском выстраивать крупнейшие в мире порты, развивать дальневосточные морские порты и арктические транспортные магистрали. Несмотря на то, что это строительство будет крайне затратным, но совершенно очевидно принесет огромную прибыль в будущем и позволит контролировать все мировые грузоперевозки. Стоят знаки, которые пока трудно принять. Но числа утверждают, что Россия совместно с Китаем и Индией вернется к освоению космоса в промышленных, торговых, военных и логистических целях. Сегодня мы стоим лишь на пороге больших перемен, хотя их уже ощущаем, как говорится, кожей. Как бы то ни было, до стабильности и роста придется еще пройти непростой путь, который потребует кардинальной перестройки мировоззрения населения, а также политического и экономического режима в стране. Будущее, которое строится на наших глазах, имеет одну интересную особенность, которая до сих пор казалась недостижимой. Мир больше не будет иметь одного лидера, навязывающего свою волю другим странам. Будет сформирован Совет стран по подобию ООН, но действовать все участники будут в одном контексте – в интересах и во благо каждого партнера, развивая высокие технологии, создав при этом единую мировую валютную систему. Этот проект получит всеобщее одобрение с 2035 года. Что же ждет прежний мир? С августа 2023 года блок НАТО и Евросоюз начнут распадаться. Процесс существенно ускорится в 2025 году. Страны Европы объединятся в несколько новых государственных союзов, которые между собой будут политически конфликтовать. Украина распадется на части с 2024 года. Часть заберет Польша. Часть – Румыния, которая может поглотить Молдавию. Россия же получит в свой состав еще несколько областей Украины. Часть – Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей, Кировоградскую и Николаевскую области. Китай вступит в военный конфликт США за Тайвань, Израиль – с Ираном, Турция – с Сирией, Азербайджан – с Арменией. Однако Россия будет оказывать поддержку своим союзникам в этих войнах и выступать миротворцем, что позволит загасить конфликты. Политическое влияние обретут Польша и Казахстан. США же ждет крупнейший в истории кризис, который будет усугубляться за счет разрушительных глобальных катаклизмов, потери долларового и военного влияния, а также серьезных противостояний с Венесуэлой и Мексикой от тока крупного бизнеса и инвестиций в Канаду. Китай будет выступать в роли закулисного лидера, тогда как Россия займет место континентального лидера.